Как я люблю вот эти вот незаконченные ещё завтраки и вот этот вот творческий красивый процесс. Для меня это почему-то творческий процесс, да. Вот сегодня у меня будут поджаренные тосты. Один с авокадо и помидоркой, другой с маслом и сыром. И ещё сделаю себе кофе из дриппакета. Это кофе, который дарили Лёше на работе. Он кофе вообще сейчас не пьёт, потому что там пьёт то ли креатин, то ли что. Нельзя это всё мешать, короче, с кофеином. Не сильно разбираюсь. Ну, в общем, весь кофе, который из дома, достаётся мне. И очень красиво. Солнце освещает всю мою прекрасную поляну. Это просуда от Велерой. Кайфую. От чего ещё можно кайфовать? Явно же не от того, что у нас на горизонте происходит. Спасибо, Мот, за ваши советы. Но я открою окно и покажу вот этот рэш. Свежий воздух, ребята. У нас такие пролёты, я говорю, сейчас если я вспомню. Называю ей код, звоню ему, он трубку не берёт. Ну, всё, пиндец. И вот там и прибыло на том базаре. Понимаешь, что он не отвечает? И где машина? А, это вот там машина с реагировала. Угонят охрану из Киева. Моя девочка, ты испугалась. Короче, друзья, сегодня просто жесть какая-то. Я сидела, отвечала на сообщения. И тут пишут, что загрузок кап. Я думаю, ну, обычно, когда днём пишут, нам не прилетало. А тут как погнала херачить одно за одним. Последний был такой, что я тут заметалась, как истеричка в коридоре. Уже чуть ли не рыдать начала. У меня просто казалось, что уже дом трусится. Тут мама вышла в АТБ. Я уже собиралась в АТБ. Я просто уже вышла из дома, потому что оно всё трусило. Мама вышла на уху. Десятого этажа высоко лететь, понимаешь? Думаю, уже засыпать нахер внизу хочет. И мы с ней стоим разговариваем через окошко. И тут опять шандарахнула. Я говорю, мама, быстрее беги ко мне. Тут мама уже ко мне с папой зашла, потому что папа, видно, на обед приехал. Папа вообще видел сегодня кап. Они над головой летали у него с крыльями. И они там упали, он увидел, куда и где. И как дома выглядят. И пишут, что на этажку попал, и в частный. Это ребята писали. Да, у меня ладошки вспотели. Трус. Это видеть, слышать, это ощущать. Это страшно. Это страшно. Я говорю, такие, не дай бог, пару раз, и у меня поедет башка. А тут руки трясутся, весь трясешься. Это как... Просто в 12 часов. Среди бела дня. С 5-7-12. При ясном солнце, поющих птиц от ней. Если еще ночью уже лежишь и ждешь. Ждешь. А тут не ждешь. Просто вот это тебя... Ну, тревога-то была. Нас предупредили. Тревога была. Ну, а что делать? А что делать? А ты можешь куда-то убежать и спрятаться от этого? Я вышла в коридорчик свой посидела. Херякнула. Я вышла в тамбур. Херякнула. Херякнула. На улице херякнула. Я вышла в тамбур. Я вышла на площадку. Херякнула так, что что-то в доме, как... Как зимонка, что-то такое посыпалось. Я даже тут дверь не закрыла. Я закрыла тамбурную. И вперед-вниз. Ребята, я даже сегодня не душ еще не принимала. Бо все своими делами занималась спокойно. А что, ты же обед? Ты еще душ не принимала? Да я... Собираться же... Как можно? Встать утром, пересесел порядок. Да я пошла делать видео на заказ. Короче, да, сегодня что-то свиняйка. Я теперь вообще никуда не хочу выходить. У меня же тренировки. Мне выходить. Нахрен тебе идти в тренировки? Ну, так мы все едем. Я считаю, что это центр города и все. Какие тренировки-то шоу? Так особо тебе сейчас... Ну, мы все ходим. Типа, знаешь, я не приеду. Я не знаю. По-моему, тренировки можно отменить. Пока я знаю, что... Ты знаешь, у нас ничего не отменялось. В центре города, а вот там вот... У нас там подвал, кстати. Вот именно там? Ну, там вот именно я загребну тебя в том подвале. У нас четырехэтажки, пятиэтажки. По неделю разгребают. Пока до низу докопают. Так еще и связь, короче. Мы с сестрой разговариваем. Связь прерывается. Мы не можем поговорить. У нас только вырубает телефон. А ну, папа мне тоже звонит. Дай я тебе под подъездом сижу. Коты пришли. А я ж ушла, не кормлю. Чего корм есть? Я когда позавчера... Ну, вчера кормили. Никого нету. Звала их, звала. Никого. Никто не пришел. Ну, прикинь, им, как страшно. Они же вообще ничего не понимали. Сейчас привожу, они лазят. И Чапа тут и вот этот такой большой кот пришел. Трутся. А у меня ничего нет. Мы вчера их кормили вечером. Сейчас я кофе сделаю. Сейчас я сходу. Я не буду. Нет, ну я же тебе делаю. Я не буду. Я не хочу ничего. Ну, как это? Нет, я не буду. Спасибо. А чай? Нет, я ничего не вижу. Вот тебе на верхней этаже. Вот, видишь? Да. А что это за дом? Где это? Ну, где-то на космосе. Вот, смотри. Пострадала крыша. И вот они все сверху дунут. Это прямо вверх прилетело? Или это... Ну, вот, наверх что-то упало. Опять сегодня выглядит максимально странно. Но это, по идее, да, от стресса. Я такое прочитала, что белок, сухофрукт и зеленый чай помогают. Просто дело в том, что у меня впереди две тяжелые тренировки. Никто их не отменяет. И я решила идти. И сестра идет. Ну, блин, я не знаю. Как-то так мы и живем. Поэтому организм есть хочет, а я нет. У меня до сих пор трусатся руки. Я себя неважно чувствую. Но надо есть. Если я не поем, будет очень плохо потом. Я буду себя ненавидеть и будет болеть голова. Поэтому здесь творог, полбанана. Чуть-чуть сушеного натурального манга без сахара. Засушенное слива. Чуть-чуть меда и куча корицы. Ну, и да, и сам зеленый чай без того. Поем, заплету косичку. Накрошу губы вперед. И с песней, скажем так. Еще этот песчаный ужас, который творится вокруг, не дает дышать нормально. Короче, испытание еще то. Я жду девочек на тренировку по кроссфиту. После танцев. Ну, как-то потанцевала. Вроде немножко отвлеклась, знаете. Но вот эта вот ужасная тревога внутри. Тупо никуда не девается. Это ужас. Офу, блин. Грязный стол. Я, честно говоря, даже не знаю, что вам сегодня рассказывать и что вам говорить. Как свои комментировать эмоции после сегодня. Потому что сегодня была точка невозврата, похоже. Еще одна. Мне казалось, что она уже была. Но нет, она была именно сегодня. Дома, в общем. Приехала после тренировки голодная, как собака. Вроде бы села, сделала себе чай. Купила мяту специально. Она меня реально успокаивает. Кучила что-то на ютубе. Думаю, все. Выдохну, посижу нормально. Расслаблюсь. Попытаюсь, по крайней мере. Все, пишут, авиация в Мелитополе заворушилась в Запорожье район уважно и включили тревогу. Все, я сейчас на тревоги реагирую вот не так, как раньше. Сейчас мне очень прям жутко, страшно. Я буду сейчас опять напишут про эти кабы. Я не знаю. У меня сегодня, ребята, так вам и не рассказала. Я просто не могла собраться силами, чтобы рассказать о своих чувствах. У меня реально случилась истерика в коридоре. У меня случился настоящий животный страх, потому что мне казалось, что я сейчас умру. То есть таких моментов было не так прям много за всю войну, хотя всегда страшно. Но этот раз был такой громкий, и мне казалось, что это вот, вот. Я просто начала истерить, я чуть не разрыдалась. Я вообще начала задыхаться. У меня случилась истерика. У меня начали потеть ладошки, мне плохо. Я металась, как вот так курица, обжаренная в одно место, или которую голову отрубили, по коридору. Но судя по тому, что я сегодня видела, что с домом случилось, все-таки иногда коридор может помочь. Но не всегда. Человек сегодня погиб, к воронному сожалению. Не знал, как именно, но это произошло. Просто тот громкий прилет, который был, он был вообще в соседнем районе. Но это было так громко, ребят, что я передать вам не могу. У меня все затрусилось. Я вся затрусилась, и дом затрусился, как будто бы. Я не представляю, что это, когда это еще ближе. И я не хочу знать, я очень не хочу это знать. Но вот эта вот ситуация так накаляется, что, ну, не знаешь, что делать, как себе помочь. Я не знаю, как себе помочь. Да, я пошла сегодня на танцы, я пошла на тренировку. Вроде бы это реально отвлекает на какое-то время. Ну вот, сейчас вот это включили, написали, все. Все, ты уже не на месте. Я боюсь смотреть сейчас в телефон, что там пишут. Я просто хочу спокойно попить чай, спокойно поспать, и все. Я не знаю. Ну, сейчас реально очень страшно. Но я очень не хочу никуда уезжать. Я вам даже передать не могу, насколько я не хочу уезжать из своего города. Вообще. Мы уже уезжали, мы знаем, что это такое. Но не хочется. Я не знаю, что сказать. Снова вернулась к видео про Мариуполь. Пытаюсь найти ответы для себя какие-то. Что делать, куда бежать и как себя вести. Потому что всегда почему-то провожу параллели именно с этим городом. Это очень большая рана, не зажившая. Никогда она не заживет. Поэтому мне кажется, что люди, которые пережили этот ад, смогут дать полезный совет. И мои зрители, к сожалению, тоже есть те, которые пережили этот кошмар. Ну, хорошо, что они живы. Но то, что им пришлось это пережить, это просто ужасно. И когда я вижу там вот эти ролики, знаете, на YouTube. Типа там, смотрите, как живет Мариуполь. Бла-бла-бла. Мне хочется просто разбить телевизор. Когда ты видел то, что даже через экран, то, что там было, ты слышал очевидцев, ты общался с реальными людьми, которые это пережили. Ты никогда не сможешь это развить. Это всегда будет в своей голове. Все это вот фальшь, которая сейчас есть. Поэтому никогда нельзя забывать о том, что было. Реально было. Ну, в общем, я просто смотрю и думаю, что это худший сценарий для любого города, который живет в войне. Не дай бог в нем оказаться. Но надо владеть какими-то знаниями. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Ко всему прочему, мы еще с девочками думаем, что было бы неплохо пройти вот эту подготовку специальную. Не помню, какая там точно называется. Тактическая. Что тут такое. Короче, там подготовка к оказанию первой помощи. Вот медицинская. Там психологическая помощь, оказывается. И как справляться вообще с головой своей во время войны. И тяжелого стресса. Поэтому, возможно, по возвращению с Одессы мы сходим. Но, опять же, главное, чтобы все было нормально. Главное вообще нормально съездить. Честно говоря, уже и в Одессу не хочется. Уже вообще ничего не хочется. У меня ужасное чувство тревоги внутри. У меня не на месте живот. И вообще ужасно переживать вот это вот ощущение. Надо начинать пить какую-то валерьянку. Побольше отвлекаться на книжки, фильмы, еду. Я даже не знаю, на что на общем стараться. Потому что иначе можно действительно поехать кукухой. Отвечу в Инстаграм. Я сегодня начала разгребать. И вот там то, что случилось в обед, меня просто заступорило. Я все, я уже смогла ничего больше делать. И ничего там выкладывать. Поэтому потом всем отвечу. Зато я успела выложить рилс про ожерелье. Как я его делала, вы сможете это посмотреть в моем Инстаграм. Помню за марафон тыквенный, который я дублирую в Шотс. Я продублирую попозже. Просто что? Сейчас ничего особо не хочется. Все, пойду спать и надеяться на тихую ночь. Всем пока. Берегите себя.